Масштаб пожаров значительно превышает средний показатель во время ежегодного сезона засухи, которое длится с декабря по март в летнее время в Австралии. Главными причинами пожара стали рекордные жара и засуха, частые удары молнии во время гроз в регионе, непреднамеренные и преднамеренные поджоги, а также положительный диполь Индийского океана. Это феномен, который влияет на климат континента и других частей суши, которые окружают его бассейн. У нас аномальное тепло, а там лето. В Австралии сейчас лето. И температура плюс 40 градусов. Вот поэтому так происходит, как в нашей Сибири. Лето было жаркое, и 3 миллиона гектар лес, так сказать, сгорело. А там уже побольше, там порядка 4 миллионов, а площадь, занятая пожаром, порядка 5 миллионов гектар. В гектарах, правда, у него такая особенность. Как сообщил 8 января 2020 года эколог из университета Сиднея Крис Дикман, количество животных, погибших во время пожаров, превысило миллиард. Огонь уничтожил 6,3 миллиона гектаров лесов, а также более 2500 строений. Погибло 25 человек. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Австралия сейчас из-за того, что там установился антициклон стационарного типа такого, который у нас был в 2010 году, и у нас в 2010 году температура поднималась до 38-39 градусов у нас здесь, в Казани. Вот там уже этот период достаточно длительный, и огнем охвачено около 4 миллионов гектаров. Для сравнения скажу, что в Сибири, в нашей Сибири, огромной Сибири, в этом году пострадало 3 миллиона гектаров от пожаров. А там уже площадь сейчас начинает приближаться к 5 миллионам гектаров. То есть получается гораздо больше площадь, чем у нас в Сибири, гораздо более высокие температуры. Ну и к тому же вот эта часть Австралии, она очень сильно заселена вот как раз и животными, и людьми, и так далее. То есть там, безусловно, потери гораздо более высокие, чем у нас в России. Индоокеанские диполи возникают вследствие разных температур поверхности воды, западной и восточных частей Индийского океана. И до недавнего времени был одним из самых существенных и одновременно наименее понятных природных явлений, влияющих на климат Австралии. Власти направляют корабли в МС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.